Я могу сказать, поворачивайся, давай теперь спинку послушаем. А ты умеешь ротиком дышать? Ну-ка подыши ротиком. Дыши. Чуть света врач-педиатр уже с большой заботой осматривает своего пациента. Прослушивает малыша с температурой. Обычный процесс. Необычно лишь то, что в другом конце коридора в это время настойчиво жужжат перфораторы. Ремонт идет без отмены лечебных процедур. Никому он не мешает, а даже наоборот вдохновляет. Особенно тех, для кого поликлиника – это рабочее место. Работать в хорошем кабинете, с хорошей мебелью, с хорошей обстановкой – это очень хорошо. Это только за. В этой поликлинике лечит детей не один десяток лет. За это время она изрядно прохудилась, ей и самой не мешало оздоровиться. Поэтому тут вот коренная модернизация. Через два месяца в этих коридорах будет не хуже, чем в лучших клиниках. Эта поликлиника в четыре этажа хорошо знакома всем невиномысцам. Чуть что, будь то простуда у малышей или температура, торопятся сюда. Чаще стали замечать, что кабинеты и коридоры растеряли свой прежний, когда-то презентабельный вид. Мебель старая такая, и стены обшарпанные. Конечно, нужно это все восстанавливать. Я думаю, будут и кабинеты отремонтировать, будет все красиво, аккуратненько, чисто. Коренное обновление – это не кисточкой по стенам пройтись. Все меняют, вплоть до старых коммуникаций. Ведь поликлиника должна быть похожа на современную не только свежими потолками и полами, но и тем, что скрыто от глаз посетителей. Это здание в течение 20 лет. Не ремонтировалось, конечно, требуется замена всего. Это электроснабжение, вентиляция, теплоснабжение, водоснабжение, холодное, горячее водоснабжение. Ну, также и замена дверей. Но обо всем остальном вопрос даже не стоит. Ремонтируют, обновляют, меняют и стены, и полы, и потолки. Вторая молодость наступит и у крыши, и у фасада поликлиники. Конечно, хорошо, когда ремонтируют больницу. Там было более новое оборудование. Приятно заходить в более новое здание. Большой ремонт и на соседней улице. Перезагрузка в городской больнице. Ремонта тут не было 40 лет. Понятно, что он очень нужен. Глобальное оздоровление лечебниц Невиномыска идет по краевой программе развития здравоохранения. 215 миллионов рублей направили на то, чтобы модернизировать здание. Закончить работу строители должны в декабре этого года. Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение, Невиномыска.